Боже, милостью ко мне грешному, создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть якова истину блажитете, Богородицу, пресноблаженную и пренепороченную, и Матерь Бога нашего, К счастнейшую Херувиму, славнейшую воистину Серафим, без искления Бога, Слово, Рожише и Сущую, Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и вовеки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, воскресый измертый, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молитва ради причисли Твоей Матери, силы щаснага, животворящего Креста, святых ангелов наших хранителей и всех ради святых. Помилуй и спаси нас, яко благое си и человека люби сами. Боже, будь милостью ко мне грешному, создав ими, Господи, и помилуй меня. Бесчиславе, если грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых, Отец нашей, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресно и вовеки веков, аминь. Царю Небесный, утешитель души истины, и живи с Десы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселися вны и очистины от всяких скверных и спаси и блажей души наши. Святые Божие, Святые Крепки, Святые Бессмертные, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и признай во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети сели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и признай, и во веки веков. Аминь. Отче наш, Ижея Сына Небесея, да святится имя Твое, да преди Царствие Твое, Да будет воля Твоя, як он на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, якажи и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука в огонь. Ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. Аминь. Восставши от сна, попадаемте блажь. Ангельскую песню пьемте сильный. Свят, свят, святости Божию, Богородицу, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрая сна, возникнися, Господи, умы, просвети и сердце. И уснема и отверзива, ежепетитя, летая троица. Свят, свят, святости Божию, Богородицу, и помилуй нас. И ныне и пресно, и вовеки веков, аминь. Внезапно судья приидет. И кое-гор же деяния обнажаться, Но страхом зовем полунощи. Свят, свят, святости Божию, Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица. Твоя благость и долготерпение Не прогневался на меня ленивый и грешный, Не погубил меня с незакониями моими. Но человеколепствовал и все обычно, И в ничьянии лежащего воздвигный идти. Воежеутриньте, славословите, державу Твою, Имени Владыка, просвети мои очи мысленные, Отверги мою уста, поущайте со стовесием Твоим, И разумете заповеди Твоя, И творите волю Твою, И петите о воисповедании и сердечнем, И воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, Ныне и пресно и валики веков. Аминь. Придите поклонимся Цареве нашему Богу. Придите поклонимся Христу Царю и Богу нашему. Придите поклонимся и пойдем к самому Господу Иисусу Христу Царю и Богу нашему. То, что и Псалом. Аллилуйя! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо увек милость Его, Когда скажут избавленный Господом, Которых избавил Он от руки врага, И собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря. Они блуждали в пустыне по безлюдному пути, И не находили населенного города. Терпели голод и жажду, душа их истаявала в них. Но воззвали Господу в скорби своей, И Он избавил их от бедствий их. И повел их прямым путем, Чтобы они шли к населенному городу. Да славят Господа за милость Его, И за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он насытил душу жаждущую, И душу алчущую исполнил благами. Они сидели во тьме и тени смертной, Окованной скорбью и железом. Ибо не покорялись словам Божиим, И не обрегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами, Они притнулись, и не было помогающего. Но воззвали Господу в скорби своей, И Он спас их от бедствий их. Вывел их из тьмы и тени смертной, И растурнул узы их. Да славят Господа за милость Его, И за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он сокрушил врата медные, И верей железной сломил. Безрассудные страдали за беззаконные пути свои, Из-за неправды своей. От всякой пищи отвращалась душа их, И они приближались ко вратам смерти. Но воззвали Господу в скорби своей, И Он спас их от бедствий их. Послал Слово Своё, И исцелил их, И избавил их от могилы их. Да славит Господа за милость Его, И за чудные дела Его для сынов человеческих. Да приносит Ему жертву хвалы, И да возвещает о делах Его с пением. Отправляющиеся на кораблях в море, Производящие дела на больших водах, Видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Он речёт, и восстаёт бурный ветер, И высоко поднимает волны Его. Восходят до небес, Нисходят до бездны, Душа их истоевает в бедствии. Они кружатся и шатаются, Как пьяные, И вся мудрость их исчезает. Но воззвали Господу в скорби своей, И Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, И волны умолкают. И веселятся, что они утихли, И Он приводит их к желаемой пристани. Да славит Господа за милость Его, И за чудные дела Его для сынов человеческих. Да превозносит Его в собрание народном, И да славит Его сонми старейшин. Он превращает реки в пустыню, И источники вод в сушу, Землю плодородную, Солончатую, За нечестие живущих на ней. Он превращает пустыню в озеро, И землю иссохшую, В источники вод, И поселяет там алпищи, И они строят город для обитания. Засевает поля, Насаждают виноградники, Которые приносят им обильные плоды. Он благословляет их, И они весьма размножаются, И скота их не умаляет. Уменьшились они, И упали от угнетения, Бедствия и скорби. Он изливает бесчестие на князей, И оставляет их блуждать в пустыне, Где нет путей. Бедного же извлекает из бедствия, И умножает рот его, Как стадо овец. Праведники видят сие, И радуются, А всякое нечестие Заграждают в уста свои. Кто мудр, Тот заметит сие, И уразумеет милость Господа. Слава Ту и Сыну, И Святому Духу, И ныне и пресной, Во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, Слава Тебе, Божия! Аллилуйя, аллилуйя, Слава Тебе, Божия! Аллилуйя, аллилуйя, Слава Тебе, Божия! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну, И Святому Духу, И ныне и пресной, И во веки веков, аминь. Многомилостивый и всемилостивый Божий мой, Господь Иисус Христос, по великой любви Ты сошел и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, молю Тебе, спаси меня по благодати. Если бы Ты за дела спас меня, это не было бы благодатью и даром, но скорее долгом. Истинно так, богатое сострадание и неизречены в милости, ибо Ты сказал, о Христос мой, верующий в меня будет жить и не увидит смерти вовеки. Если же вера в Тебя спасает потерявших надежду, то вот я верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Да вместо же мне вера вместо дел, Боже мой, ибо не найдешься никаких дел оправдывающих меня. Но вместо всех дел, да будет довольна вера моей. Пусть он отвечает, пусть он оправдает меня, пусть он отсоделает меня участником славы Твоей вечной. Да не похитит же меня сатана, и да не похвалится тем, что отторг мне Твоей Слово Божие руки и защиты. Но хочу ли? Или не хочу? Спаси меня, Христос Спаситель мой. Скорей приди ко мне на помощь, поспеши, я погибаю. Ты, Бог мой, очарив Матери моей, сподобуй меня, Господи, ныне возлюбить Тебя, как я возлюбил некогда тот самый грех, и вновь послужить Тебе без ленности, как я прежде работал на сатана-борстителя. Буду же прежде всего служить Тебе, Господу и Богу моему, и Иисусу Христу во седней жизни моей, ныне всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, поставь навести мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного, и не отступи от меня за него сдержанность мою. Не дай возможность судьбому демону починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся в мою руку, и выведи меня на пыль спасения. О, Святой Ангел Божий, Хранитель и Покровитель бедному Душе и Тело, прости мне все, чем я оскорбил Тебе во все дни моей жизни. И если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня на настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не принять Бога никаких грехов. И молись за меня, как Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем и садил Он меня рабом, достойно Своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отгони от меня, ничтожного, несчастного раба Твоего, уныния, забвения, неразумия, нерадения и все скверные, лукавые и кульные помышления от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего. И погаси пламя страстей моих, ибо нищ и слаб. И избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, и освободи от всех злого воздействия, ибо Ты благоценен от всех родов, и Твое пречесное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Николай, Игорь, Иосиф, Надежда. Ибо мы усердно к Вам прибегаем, к скорым помощникам и молитникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с Тобою. Благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, якородилась и Христа спаса из Бабителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, честна, гожитворящая Христа Господи, не оставила грешных, лопавающих, хотя спаси, Господи, люди Твои, благослови достояния Твоей, победы на стопротивные дару Твоей Твоей, сохраняя крестом Твоим жительством. А Ти, Господи, помиловать самых духовных родителей и сродников благодетелей, митрополитов Марка, Николая, Агафангела, Тихона, Антония, Священная Ирея Акима, Павла, Геннадия, Сергея, Иоанна, Михаила, Науму, Кирилла, Вадима, Зосима, Владимира, Максима, Андрея и Глебу не дай погибнуть, Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Франциска Корнилья, Александра Деодора, митрополита Тихона и Лариона, и весь священний Чискин и Чискичин, и вышли все и служители миссионеров, христианам, язычникам, юнгеям, мусульманам и буддистам, и нам дающих священника, рожденного свыше, благовестникам, и место для занятий, смири власти воинств твоих, наведи страх твою на них, и среди их сотвори благое в церкви твоей, умудри их издавать и исполнять добрые законы, дабы дарить достойно жить людям, что было еще уделять нуждающимся, от нищих сердец преобразовав в духовные, Владимира Михаила, Зазепа, Рамзана, Владимира Александра, Дагена и Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, Белоруссии, Казахстану, Канаде, Карабаху, где смуты и мятежи этим смутьянам, Алексея или укажи ту бездну, куда не завлекали людей, и дал нам право молиться за стареи начальствующих. Хвала Тебе, наш Господь, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобою. Из-за всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников, и в сей день помоги нам прожить его без греша, не нарушая Твои святые заповеди. Ибо, рожденный свыше, водимых Духом Святым, исполняющих заповеди Твои, Ты назвал святыми избранными. Помоги нам оправдать эти именования. Слава Тебе, Господи Божий наш! Слава Тебе! Благослови жилища наше и селения, избавь от пожара, воров нечистой силы, и благослови живущие здесь Андрея, Игоря, Игоря Владимира, Боже, дай веру. Слава Тебе, Брагослови, Людмилу, Владимира, Любовь, Алексея, Иосифа, и нас всех приезжающих и отезжающих. Слава Тебе, Христе Божий наш! Слава Тебе! Милости Твоей полна земля! И обрати все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Лену, Марию, Татьяну, благослови путешествующих, Раису, Льва, Виктора, Константина, Анна, Александра. И ты спас нашу сестру, бы, это авария. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Уповаем на милость Твою, Христе Боже наш! Оттяжку недуга пьянства избави Павла, Михаила, Андрея, Владимира. И найди потерянного Александра, укажи, где он, живой ли. Блуждающих Алексея, Сергея остановили, меня банали себя и людей, что от прикосновения к каким-то вещам можно получить прощение греху. Все это обман. Каждый должен сам принять тебя как спасителя, уверовал в тебя. И живя по твоим святым заповодям, будучи вадим духом святым. Аллилуйя! Господи, посети болящих, дай силу безропотно перенести страдания, и пошли мы с целей. Кирилла, Алексея, Сергея, Антония, Геннадия, Надежда, Жизмила, Любовь. Так, Львов. Неанилу. Александру, Татьяну, Маргариту, Людмилу. Аллилуйя. И возли на угрозу врагов, На тайные явные их замыслы, Потоки лжи, Изливаемые несюда. И земля да поглотит то, Что изрегается ими, Дабы не достигло ушей Верующих тебя, Не совратило их с прямых путей. И в судный день не помяни их безумие, Ибо не знает, что худо творят. Ведь, может, и похудели Духа Святого. И благослови благодетель наших, Воздаем добром всей жизни и будущим, Елену, Елену, Людмилу. Обрати Евгения, Наталью, Надежды, Юрия, Мы просили Тебя, Господи, Помочь нам издать Трехтомник Нового Завета С полным толкованием По блаженному Петилакту. И Ты выполнил все Сверхвсякого ожидания. Помоги нам, Господи, Издать Трехтомник Прополи в стихах И переждания книги Крисовичного православия. Паси необходимые тресла. Мы бедные и нищие, Ничего не имеем, Господи, за это. Слава Тебе, Христе Божий наш. Слава Тебе, Милосердный. Господи, сохрани наши сокровища в интернете. Их администрацию благослови, Расположи к нам. И благотвори, Игорь, Юрий, Дмитрий, Виктор, Вячеслава, Владислава, Николая, Алексея, Гавриева. И обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия, Валентина, Екатерина, Андрея, Марию. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Упокою, Господи, в обителях небесных, усопших отец и братья наших, родителей, родников, благодетелей, всех православных христиан. Ибо нет человека на земле, который живя не согрешил. Мы просим всякое согрешение, вольное и невольное. Душам нашим полезно и сотвори. Аллилуйя. Слава Тебе, Христе Боже наш. Слава Тебе. Благослови Михаила, Елену, Романа, Екатерину. И жилищие Господи, да будут приводны принимать верующих в Тебя. Помоги им, Господи, чтобы назначили им пенсию, дали добрый труд. Это можно сделать только Ты, Христе Боже наш. Аллилуйя. Благодарим Тебя, Господи, за тех, кто встроил те жилища, где мы находимся. И Ты позволил нам жить свободно. и от кого независимы в Своих жилищах. Слава Тебе, Христе Боже наш. Слава Тебе. И храмы, в которые мы ходим, что нас объединяет, воздаем и милостями Твоими. Аллилуйя. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Его, Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь Савао. Вся земля полна. Слава Его. Аллилуйя. Слава Выши Богу на земле, мир, человек, благоволение. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за тот день, который дал мне веру в Тебя. Страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за тот день, в который дал мне Святой Библию, указал на толкование святых артёв и корону Церкви, как наистину. Аллилуйя. И вечности, Господи, воздай милостью всем, кто трудился над моей дикой и возрастанием её к Тебе. Мария, Степана, Александра, Михаила и Анна. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресвятая Дева Мария, Матерь Христа Бога Наша, спаси нас молитвами Твоими святыми и покроем оформу любви от зависти нечестивых, от сатанина с твоей лызвы. Слава Тебе, Господи Божий наш! Слава Тебе! Господи, воздай милостью всем благословениям, кто помог совершить на миссионерские путешествия и посеянные нами по Твоему благоволению, да да, слабильные, добрые плоды будут найдены новые души. Слава Тебе, Божий наш! Богослови, помогавшие нам в этом, Виктора, Николая, Павла, Демиду, Владимира, Демитрия, Надежду, Людмилу, Сергею, Наума, Валентина, Самиру. Самири, Тимону, дай истинную Христовую веру, дабы не верить уже пророкам. И приди на помощь Рустику и Ирине, которые каждый день взывают к людям, чтобы взывали о них, одержимых злым духом. Ты попустил это несчастье. Сколько милость Твоя может избавить их от этого. Слава Тебе, наш Господь! Слава Тебе! Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешен. Благодарю Тебя, мой добрый ангел. Сколько лет Ты хранил и защищал меня от видимых и невидимых опасностей и повреждений. Прошу, не покинясь смерть и сейчас, когда душа будет разрушаться от тела и проведить глушим и помытарством, страшным и непонятным. И введею на веки вечное Царство Христа, Бога нашего. Аллилуйя! Ян Креститель, Креститель Христов, моли Бога она. Господи! Но еще нас жить из бедности. Имея пропитание, одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным. Видеть и помогать нуждающимся в нашей помощи. Аллилуйя! К каждому дару доброе жилище. И Сергей говорил Аллилуйя! Святитель Христов Никола Мерликийский чудотворец, образ кротерсти воздержания, добрый архипастер словесных овец. Моли Бога о нас. Да примет Господь твою молитву о нас и о нашей живности, облегчающей наше нахождение в этой доле печали в земле. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуила, Аарон, Ио, Авен, Иосиф, Патриарх, Лезрениеме, Амос, Наум, Исайя, Иеремия, Варух, Изекир, Осия и Аид, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отрак и Порок, Микей, Авраам, Итарх, Яков. Да исполнен Господь Духом пророческим Церковь Свою, дабы день прихода то нашего отшествия не засталось не готовыми, но чтобы мы выше на встречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными или добрых дел, соделанных в Духе Святого и с любовью, Аллилуйя, молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, хирургимы, хирургимы, все небесные силы Христову Божию предстоящие и святые апостолы и Петр и Павел, и евангелисты Матфея, Марк, Лука и Иоанн. Да дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Слава Тебе, Христе Божий наш! Молите Бога на святые мученики и геннадий благоносец поликам, слин, слин, философ, Касмай, Дамьян, Андрей, Стратилат, и Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Ангельский, Анфимий, Камедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, сорок святых, мученики, Царь Николаев, Святое Царское Семейство, Владимир, Геннадий, Осип, Борис и Глеб, молите Бога о нас! Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя антихриста на челу или правую руку. Господи, благослови изъятых из своих жилищ и отправи их на фронт. Никиту, Александра, Максима, и томящихся вузах, тюрьмах, лагерях, психиатрических темницах монаха Сергея, Владислава, Вара. Мы молились об Илье, и ты дал освобождение ему. О, как ты велик, Господин! И покажи Илье, чтобы никогда не давал никому повода лишать его свободы. Слава тебе, Христе Божий наш, и этих братьев наших изъятых домов. Дай силу, быть верными тебе и помнить, что говорит нам священное писание. Кто ведет плен, сам пойдет в плен. Кто взял в руки меч, отмечай погибнет. Не запусти, чтобы они были осквернены убийством человеческой крови. И возврати их в мире неповрежденности, как тебе угодно. Молите Бога на святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Затауст, Апанасий Великий и Крем Сирин. Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иоанн, Сергий Радон, Истерпан, Пермский, Серафим, Саровский, Ян Тобольский, Антранштадтский, Аншанхайский, Кирилл, Ими, Подий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Иоанн, Иероним, Средонский. И все переводчики священного писания. Молите Бога о нас. Да укрепит нас Господь и сохранит в святой православной вере. А замы стереотехов, спектантов, разруши, развеи, и что преврати. Ибо ересь считается большим грехом, чем любой плотской грех. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла первомущина, Сапатина, Самаренина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь Софии, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуйя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Хрискила Атила, Андроник Июни, Киприяна Устина. Господи, помилуй нас и даруй женам и девам послушание, молчание, целомудрие и стыдливость и сохранить от чащества поругания и насилия и захват непокорства долина семейства Евгения, Надежда, Людмила, Виктория и Анна. И найди отступников, возврати их на путь спасения Николая, Александра, Юлия, Евгения, Тамара. Ты знаешь их все, Господи. Хвала Тебе. Между нами да будет всегда мир, любовь и согласие по слову Твоему. и приготовь готовящиеся к крещению и пути их сохрани. Да будет и между ними в дороге мир, любовь и согласие. Аллилуйя. Слава Тебе, Христе Божий нашу. Слава Тебе. Дними нашу молитву воздияния рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Боже. И соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящих Тебе на небе и на земле. Боже, Ты сотворил этот мир и сохраняешь его, как зиждитель. Ты, Господь, знающий все прежде бытия. Услыши, исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный. Ради голговских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешный. Прими, исполни наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Мы уповаем на милость Твою и взываем о незаповедавших, коснись их сердец. Откройся им, чтобы они примирились с Тобой и через принятие Тебя как своего спасителя, ибо за гробом нет покаяния. Тебе, Боже, хвала, Тебе слава, Тебе честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Мир всем и доброе утро! Всем! У нас остается уже мало времени для приезда гостей. Уже сообщили, что приезжают в следующий вторник, через неделю. Ну и в полседьмого уже утром встречать. Тут, может быть, новые люди у нас есть, я не знаю. День открытых дверей разрешается приехать на 16 июля. Ожидаем, что, может быть, будет здесь митрополит Сергий Наш Алтайский. Крещение будет в субботу 15-го, а экзаменация, проверка готовности к принятию крещения выходит на пятницу в 14-е. В 14-е-то у нас закончится, когда проверка, мы отдаем данные батюшке. наши данные, это рекомендательный характер, окончательное решение отец Аким совершенно самостоятельно выносит. Потом будет у нас обед в степи на холме, где мы спасались от комаров, когда лагерь был. Потом идем молиться тоже на другом холме, и везде распятие, высоко поднятый крест на шесте, где молились тоже, когда был ветерок, и отгонял комаров. Это мы все содержим в памяти. Вот. Теперь, если у вас есть кто-то, над кем вы работали, кто готов принять крещение, где живете, надо узнать. Выходить на Нужина Вячеслава Семенова, там собирается Казань, а которая из других регионов, где-то ниже, там с Казахстана, они прямо выходят на Барнаул. Отсюда уже до разъезда подсветные. Нужно обязательно выйти на меня, получить данные. Данные – это телефоны. Кто думает, ехать никогда не был, ну, правила наши. Как женщины должны быть одеты в женское платье, никаких брюк, ничего не было. мужчинам обязательно по поясе быть и желательно, чтобы вы были недритые. Наши правила, это мы говорим, но раз он издалека приезжает, борода не вырастет за два дня. Можно. И что с собой взять необходимо? Это я говорю о тех, которые никогда у нас не были. Не знаю. мы им выдаем маршрутку. Курящим ход закрыт совсем. Сейчас, после утреннего моления, у нас считается новый завет с толкованием блаженного фифилактой и комментариями. И эту миссию считать взяли на себя добровольно две нашей сестры из разных часовых регионов. Это Хапилина Валентина Сергеевна, Симоненко Ольга Николаевна. Они считают, ну а так больше у нас после этого ничего нет расходимся. Если у вас что-то есть, вы можете отдельно по Москве 4 часа если будет уже с 4 до 4 дня по Москве уже нам позвонить по скайпу. Кое-что прояснить. Если у вас есть знакомые, которые желали, давно уже просились, мы им отказывали, может будет разрешить, но вы за них отвечаете. Полное подчинение. Поэтому у нас всегда тихо, мирно, никаких разношений нет, занятия идут. А можно ли раньше? Вот эти переговори мы не знаем. Потому что будут идти за них все. Люди приезжают, трудятся, у нас работы всегда хватает. В городе человек только в окно смотрит, когда в очередь встать. А в деревню в очередь не становится. Одну работу сделаешь, а другая работа в очередь тебе уже стоит. Там надо прополоть, тут дождя не было, надо поливать, и так непрерывно. А какая самая хорошая работа? Та работа, которая тебе дает пропитание. Вторая работа, которая одеть, третья жилье, а остальные все позади. Там вылизанная чашка в руках не уходящего. Вот так. Итак, дорогие сестры наши, ваше время. Благослови Господи на чтение священного писания с толкованием святых отцов и комментариями. Дарую, разумеет, написано исполнить волю Твою во славу имени Твоего святаго. Откровение 2 глава 14 стих со 2 абзаца Здесь о введении в двойной грех. Один это есть идоложертвенное, искушение к этому греху особенно были среди первых христиан в эпоху, когда идолопоклонство вступило в яростную схватку с верой в живого Бога, чувствуя свой близкий конец. Не случайно первые христиане даже крестное знамение совершали одноперстно. Исповеду единого Бога Иоанн Затауст Беседы на Матфея том 7 Москва 1999 год часть 2 беседы 54 страница 362 Теперь кажется, что ушли в далекое прошлое времена идолопоклонства, когда человек поклонялся дереву или камням, думая, что они боги. Но ушли ли? Трудно найти сейчас такой предмет, которому человек не догадался бы служить как идолу. Это и деньги, и машины, и гарнитуры, и собаки, и прочее. А невеликого ли истукана воздвигло человечество в лице атеистической науки, поклоняясь ей всем существом и верно ей служа. Но не распадется ли и этот истукан, как некогда распался медный дракон в Вавилоне от комка и смолы жира и волос? Даниила 14 глава с 23 по 27 стихи. Вот что пишет Павел. Их Бог чрева Филиппийцам 3 19 Так не миллионы или ныне едят идоложертвенное в опросительные восклицательные знаки, вкушают не необходимое для плоти, а служат чреву, а чреву служат. Второй грех они любодействовали. Неоднократно Писание называет этот грех среди самых тяжелых. Иносказательно же любодеяние это неверность Христу, которому душа сочеталась в крещении. В крещении душа стала невестой Христовой. Она его, одному ему принадлежит. И вот, согрешая, заключая дружбу с миром, душа изменяет своему возлюбленному небесному жениху и становится любодейкой. Наше общество ныне гибнет и тонет в блуде при любодействии и разводах с неумолимой жестокостью говорят об этом мифы статистики. Так не является ли это море любодеяния следствием любодеяния духовного? Вопросительные восклицательные знаки. Оттого и неверность в семьях, что изменили небесному жениху. 15 стих. Так и у тебя есть держащиеся учения николаитов, которые я ненавижу. Толкование. Нашло себе также место в Пергамской церкви учений николаитов и их немного, но у тебя есть. Или же можно разуметь так, как тех волам учил, так и у тебя есть держащиеся учения николаитов. Так что собственно речь идет об одном учении, и учение николаитов здесь сравнится с учением Валаама. Что не терпели у себя офисяне, то привелось здесь. И вновь говорит Господь, что ненавидит это учение, поэтому церковь и предписывает нам посты в воздержании, целомудре. Христос только немного имел против пергамского пастыря, а если посмотреть сегодня, то сколько будет иметь Христос против наших грехов? 16 стих покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Толкование. Поэтому призывает Господь покайся, а если не так, если не оставишь свое соблазнительное поведение, служение идолам, любодеяния и плот угодия, то скоро приду к тебе, не замедлю в суде своем и сражусь с ними. Как страшно бывает, когда на нас нападает противник сильнее нас, еще страшнее, когда нашим противником станет сам Христос, когда не на прощение и укрепление прострет он десницу свою, но вступит с нами в сражение. И кто устоит, когда повергает Христос? Чем же он сразится с нераскаянными? Мечом уст моих. С этим мечом Христос пристал к этой церкви, с ним он и пойдет в сражение, своим словом идет войной на грешников. Так призывает нас апостол. Читайте Евангелие и живите по нему, ибо взявший этот духовный меч в свои руки по совету апостола Павла и в Висянам 6.17 не будет им поражен через Христа. В этом наше спасение, а если все-таки представим себе сражение, с одной стороны ничтожные грешные люди, не читавшие Евангелие и не жившие по нему, с другой сам Христос с мечом уст своих, это будет даже не сражение, а просто поражение нечестивых. 17.17 Имеющий ухо слышит да слышит, что дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Толкование с комментариями. Не маловажно все это, ни человек, даже не апостол, а сам дух Божий говорит это. И обетование побеждающему. Смотрите, и в пергаме есть побеждающее. Великий Господь наш помощник, он не оставляет своих, и тем, кто не вкушал и доложертвенное победил этот грех. Господь говорит, дам вкушать сокровенную манну. В Ветхом завете в святом святых сокровеннейшем месте храма. В ковчеге завета находился золотой сосуд с манною, сокровенная манна Израиля. Ныне манна, хлеб сходящий с небес, это плоть Иисуса Христа. Иоанна 6 глава с 31 по 33 стихи, 48 по 51 стихи, которая была сокрыта в ковчеге нового завета Богородицы. Как ковчег содержал в себе манну, так Богородица носила в себе самого Христа. И эта манна, плоть Христова, дается ныне побеждающим грехи в страшном таинстве причастия. Не раз в откровении побеждающим обещается участие в этой божественной трапезе, но манна сокровенная и дается только побеждающим. Так и причастие. Это сокровеннейшее в церкви. Выходят оглашенные, оглашенные, изыдите, еще раз смотрят привратник, хорошо ли, и прочно закрыты двери. Двери, двери, премудростью вон мим. И тогда верные, побеждающие грех, слезами покаяния и кровью Христовой приступают к этой небесной манне. Но какую печальную картину видим часто сегодня, не победившие, не полностью потерпевшие поражения, не раскающиеся, далекие от верности Христу приступают к этому сокровенному таинству. Небесная манна обращается в испепеляющий огонь. Господи Боже наш, как взираешь на сие в вопросительные восклицательные знаки, но будет и небесная вечеря Агнца. Сам Господь преподаст тогда победившим лукавого сокровенную пищу. Небесное благо к тому столу уже не приступит ни один в небрачной одежде, блаженный имеющий вкусит сокровенную манну с того стола. Не вкусившие и доложертвенно вкусят манну сокровенную, не запятнавшемуся любодеянием дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. В крещении в слезах покаяния убеляется человек, ему дается как бы белый камень, и на нем начертано новое и его новое имя. В крещении человек получает новое имя, которое записывается в книгу жизни на небесах. Некогда был древний обычай. При состязаниях царь брал белую плиточку, писал на ней имя победителя, разламывал его так, что одна часть была у него, а другая у победителя. И когда потом многие претенденты приходили к царю, то их плиточки не подходили к царской, и злом был не такой, и никакого имени не получалось. Но один был, чья половинка плиточки точно подходила к царевой. Это был победитель. Так и в христианстве. Многие поищут, как войти, но не войдут. Лука 13, 24. Не подойдет их плиточка к царской, не подходит их земная жизнь к небесной, не получается нового имени. Сей камень белый, и имя новое получает только победивший, облегшийся в белую ризу праведности, носящий имя Христа, не отрекающийся от Него и не порочащий Его. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава Иисусу Христу. Вот о чем я говорю на 16 число, так образно говорим, день открытых дверей. Кому не разрешалось, но при определенных условиях разрешается приехать побыть в этом торжестве. А что в этот день? Ну, как всегда, Литургия, благодарение Богу. Ожидаем, ну, не знаем еще до конца, так ли будет. Бывает за один день раньше архиерея вызвали в другую епархию, благоссояние патриарха, он не может бросить, но секретарь, кажется, позвонил, сказал, что все принято, батюшка в виде, видимо, приглашение отдал. Отношения по сей день очень хорошие, просто очень и очень хорошие. Всякие разные гадости, здесь люди говорят, додумались до того, что архиереи с нами хорошо, потому что боются нас. Это вообще даже не придумай еще. Давайте смотрите, когда он бывает, на глаза его, на поступки, на улыбку. Еще же так погрязно у одной лжи. Хоть какой-то проблеск был бы. Это нам Господь дал утешение, потому что те годы были другие тут архиереи и отношение менялось решительно, а с его приездом все изменилось. И везде, которые выступали в печати, ну, которые подчиненные метрополии, это большая алтайская, богатая, все исчезло. Мы вывешали объявления, я начальник детского лагеря, рассылали семинаристов, которые срывали, а если не могут оторвать приклеенно, писали прямо ересь. Ну, детский лагерь и ересь. Мы их ловили на разные. А вот его наоборот, храм, колокольня, Покровский собор, там митрополище главное место, и там наше объявление все лето висело. Правда, лагеря сейчас нету, но приезжают люди с детьми, у нас тоже самый порядок. У нас как-то крещение приехала семья несколько детей из баптистов. Ну, они палатку привезли, но когда мы дали этот под тополем дом, где сейчас брат наш готовится строиться, так они до того были благодарны. Люди сами не понимая ничего, но все подыскиваются и подыскиваются, это значит чего-то мы стоим. Если враг тебя хвалит, то подумай, какую ты глупость сделал. Враг просто так хвалить не будет. Или он обращен уже, его коснулось, или явно, что он тебе уже не враг. Поэтому мы просим всех молиться, у вас здесь было, ну на сколько тут человек было? Вот мы трое, четыре, пять, шесть человек, а двадцать четыре человека, которые здесь в интернете, двадцать четыре, ну двадцать четыре до нас тридцать, видите, как хорошо молиться вместе. Мы знаем нужду друг друга, тем более у нас общее сейчас, о чем мы молимся, это приезде гостей, будут идти занятия, подготовка к окрещению. Ну и приезжают люди, заранее спрашивают, работа-то будет? Да в деревне всегда работа будет, всякая работа, главная работа это земля. Видите, житель деревни, он уязвимый, у него магазина нет такого, чтобы каждый день тут молоко продавали, корова, у одного есть, у другой тут возьмет, но зато он в очередях этих не стоит, продавали, сейчас я не знаю, как, цистерна и написано молоко, а наш отец как-то пошел, смотрит, а такая очень длинная, зачем они стоят-то? Молоко, о, долго стоят, корова-то какая, туго-сисия, трудно дойти. Вот отец, у нас, дорогой, у него такие выражения были, как-то он приехал ко мне, вторая строительная 62-16, а у соседей маленькая собаченка, выскочила, ну, меньше шарика совсем, и они как напугаются, она в комнату сбегает, и дырка туда, и она в пост пряталась, собака. Отец, она заваяла, что же распустили-то собака-то так-то, это половинка кирпича, я тебе предложу. Да, тать, да она такая, нет, как-так, в это время мама, что ли, приехала с ребенком, с луком, и она его вкусила, как же отец и знал за это. Собака должна быть привязанной, тем более такая, которая маленькая, она более злобная даже бывает, надеется. по таким маленьким деталям. Мы как-то с мамой шли с вокзала, я недалеко от вокзала жил, а как идешь, там уже, ну, разные перепады-то, и вниз, потом опять надо через линию. И скользко было, она подскользнулась, упала, и головой ударилась, о, больно. Потом встала, говорит, а в голове перестало шуметь, у меня все время шумело, говорит, не могли. Все встало на место. Поэтому говорить о каких-то событиях так, окончательно, рановато, нужно подождать маленький. Дело покажет, чего это стоит. Вот у нас принято тут, ну, так, неписанное правило, когда мы выходим дальше туда, а тут брата Игоря Барабаша поле, и когда оно заканчивается, дорога туда, на Симаковский пруд, и мы всегда останавливаемся, туда и обратно мы молимся. Понимаете, как обязанность и вспоминаем коровушек Андрея. Еленин, взять там, головащ Андрея, вспоминаем его. Всегда мы молимся о Долгов Евгении Алексеевич. Вот вчера я говорил с кем, твоя жена, Игорь, она помогла мне связаться почти со всеми. Не дозвонили только до Шерстобитова Геннадия Павловича. А что такое? А что такое? Я лично каждому говорил, найдите голубятника, кто голубей держит. У меня нынче гибель голубей в разных, в одном месте там, я не знаю, хорек или колонок залез, а в другом месте там не засмотрели, кто в городе кошка. Я вчера чуть сам не запустил кошку, чуть-чуть не прикрыл, думаю, я сейчас воды лину, да что тут крючок надевать-то. Ну а потом, если бы я ушел, была бы трагедия. Но я стою и насыпал, они лучше всего едят, когда пшеница рассыпана по доске. А в тазике-то, ему трудно за всем наблюдать, я знаю, причина какая. Потом кричал гуля-гуля-гуля-гуля, гляжу, а вдоль дальнюю стену окна котяра идет. Да как он попал туда, наш кот белый? Я вот сразу котя, чтобы он не убежал, потихоньку под руки, под ноги сказать, и вытащил его на улицу. Тут надо быть уже очень строгим. Я, значит, сейчас посмотрел, откуда можно залезть, и там специальное приспособление, чтобы туда голоду не попали. Это тоже трагедия бывает. Охота тебя с голубями возиться. Это не то слово охота. Я без них как будто бы никогда и не живу. Лет 70 я с голубями. Еще раз спрашивайте. Я привыкаю. Другой нравится ему там ласточки. Всех ласточек себе переманул. Вот. Было много скворцов. Сейчас я ни одного даже не видал. Меняется что-то. А голоду всегда при тебе. И вот они воробей по размеру. Это единственная птица, которая летает под небесами и может слететь и на руку тебе сесть. У меня такой случай был. вот. Это я уже делюсь чтобы вы знали почему мы так делаем. Если вопросов никаких нет больше мы уходим. Вот у нас Володя мы только помолимся а он скорее идет назад потому что в 7 часов утра у нас завтрак. Ему надо там растопить готовить и он поэтому уходит пораньше мы понимаем. вопросы какие-то есть? Ну видишь как. Вопросов если нет две причины. Одна причина все знают а вторая ничего не знает даже вопрос не знают о чем задать. Все с Богом. С Богом. С Богом. Храни все Господи. С Богом. Спаси Христос за мое